Оксана Григорьева с детства мечтала быть известным музыкантом. Она уверенно шла к своей мечте и могла бы ее достичь, но прославиться ей удалось другим. На счету русской красавицы несколько громких романов и расставаний. Сам Мел Гибсон попал в сети коварной соблазнительницы и потерял жену, с которой воспитывал семерых детей. Именно скандалы и разводы сделали пианистку Оксану Григорьеву известной и богатой, но и музыка при этом звучала. Оксана Чернуха родилась в городе Саранске и ее родители были самыми обычными педагогами, которые преподавали в местной музыкальной школе. Здесь же она училась играть на фортепиано, а окончив музыкальную школу поступила в Казанскую консерваторию. Будучи студенткой Оксана влюбилась и ее супругом стал адвокат Игорь Баранов. Лишь после свадьбы она узнала, что избранник употребляет запрещенные вещества, а боясь пристраститься к ним за компанию, поспешно расторгла брак. После этого девушка уехала подальше, в Великобританию. В 20 лет она отправилась в Лондон, где поступила в Королевский колледж музыки и взяла себе красивую и звучную фамилию Григорьева. Ей было нелегко выживать в чужой стране. Оксана подрабатывала, где могла. Понимая, что ее может поддержать мужчина, выбрала достойного жениха. И в 22 года вновь вышла замуж. На этот раз за художника Николаса Роуленда. Художнику было за 40, но он влюбился в юную пианистку. Вот только спустя два года их чувства остыли и союз распался. Оксана долго не была одна, на кинофестивале она познакомилась с Тимоти Далтоном. Он тоже был ее старше на 24 года, но девушку привлекал не возраст, а известность и богатство. В этом союзе у них родился сын Александр, но удержать супруга она не смогла, а может и не хотела. Они расстались после 8 лет совместной жизни, но сохранили теплые отношения ради сына. Сейчас Александру Далтону 24 года. Он живет в Америке, прекрасно общается с отцом, который ни в чем ему не отказывает. Окружающие говорят о паренке, как о баловне судьбы, который живет в свое удовольствие и транжирит деньги родителей. Оксана же после расставания с Далтоном переехала в Малибу, чтобы заниматься музыкой. И снова в ее жизнь пришла сказка. Пианистка встретила новую любовь голливудского актера Мэла Гибсона. Он оказался на ее пути, когда поссорился с женой. Сначала помог выпустить альбом, а потом стал появляться с ней на мероприятиях. А через 3 года она сообщила ему радостную новость. Они станут родителями. Гибсон развелся с женой, хотя у них было семеро детей. Оксана готовилась к свадьбе, но под венец пойти не удалось. В октябре 2009 года родилась их дочь, но отношения стали медленно ухудшаться. Оксана утверждала, что Гибсон оказался ревнивым. Он грешил рукоприкладством. Они долго судились, где Григорьева доказывала, что она и дочь страдают от тирана мужа и отца. По решению суда Гибсону запрещено общаться с дочерью Лисии и ее матерью. Сейчас Лисии Гибсон уже 12 лет. Она живет с мамой в Америке на алименты, которые поступают от отца. Актер оплачивает все расходы, связанные с домом. Отношения отца и дочери восстановились, и они общаются. Что же до музыкальной карьеры Оксаны, то она пытается что-то играть, но где и кому неизвестно. Ее последние альбомы вышли в 2006 и 2009 году. Если вы досмотрели наше видео до конца, не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал. Также мы ждем от вас комментариев, помните ли вы Оксану Григорьеву и ее известных мужей.